К нашему эфиру присоединяется Вера Ястребова, директор Восточной правозащитной группы, адвокат. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте. Посмотрели сюжет вместе, и, конечно же, вопрос так и висит в воздухе, потому что мы разбираем и ПСО, которое Российская Федерация пытается забросить в украинское гражданское общество и раскачать его. И одно из пояснений, почему не производятся обмены, это то, что, как поясняют в России, что якобы украинская сторона не хочет, притормаживает и не дает происходить этим обменам. Понятно, что версия не рабочая. Расскажите, пожалуйста, а что же происходит на самом деле? Вы знаете, на мой взгляд, кремлевский режим не заинтересован в возвращении своих солдат, так как для них это свидетели преступлений Российской Федерации против Украины. И мы знаем, насколько в Российской Федерации общество привыкло верить в фейки, которые им льются из пропагандистских СМИ в Российской Федерации. И вот эти живые свидетели, в лице их родственников, которые побывали в украинском плену, которые увидели преступление, которое кремлевский режим совершал в Украине против украинцев, про чудовищную и кровавую, жестокую войну против Украины, расскажет из первых уст свои. И таким образом, если это в количестве будет доминировать, то, возможно, это приведет и к последствиям, так скажем, акций по несогласию, по акции по уклонению от призыва. Большее количество россиян начнет избегать призыва в вооруженные силы армии агрессора. Поэтому в совокупности это одна из причин. И, безусловно, мы понимаем, что Российская Федерация не заинтересована в возврате своих солдат, потому что гуманных целей у режима нет. Для них важно вот это распространение агрессии, которая в фантазиях Путина, собирание земель и так далее. Люди для него, даже граждане России, это просто материал, который он использует для достижения своих целей. Поэтому, конечно же, усложняется это еще все тем, что со стороны Российской Федерации там нет ни демократических свобод, ни гражданского общества. Поэтому оказывать давление на переговорную сторону в лице Российской Федерации, по большому счету, некому изнутри, из Российской Федерации. И это все приводит к тому, что они накапливают это количество военно-пленных, оставляя их в Украине и подымая, так скажем, планку торгов, понимая, что Украина заинтересована и делает все для того, чтобы как можно скорее состоялись новые этапы обменов и вернуть наших украинских героев, которые отражали агрессию Российской Федерации и сейчас пленены врагом, как можно скорее их вернуть домой, в семью, в Украину и дальше оказать им помощь и поддержку. Вот, на мой взгляд, это и есть доминирующей причиной в том, что сложилась такая ситуация. На сегодняшний день количество военно-пленных Российской Федерации растет, они сдаются в плен, они понимают, что достичь успеха в этой преступной войне кремлевскому режиму не удастся и таким образом пытаются спасти свою жизнь. Но в то же время агрессор не заинтересован в том, чтобы этих людей, своих россиян, вернуть в страну, потому что они будут нести опасность, а не пользу для кремлевского режима. Да, получается, что они своих граждан держат в заложниках, если изначально их цель была гибель в Украине и каким-то чудом они выжили, то они не нужны Кремлю. Тяжелая у вас работа, что сказать. Но хочу вас спросить вот о чем. Об украинских детях. Более 2400 украинских детей, если быть точным, к счастью, цифра намного меньше, в возрасте от 6 до 17 лет были вывезены в 13 учреждений на территории Беларуси после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Скажите, пожалуйста, что известно о судьбе этих детей и каким образом мы собираемся их возвращать? Есть ли какие-то перспективы? Ну, прежде всего, следует сказать о том, что политика по депортации детей, которую кремлевский режим проводит в Украине, это не первое государство, которое пострадало. То есть у Российской Федерации такая стратегия еще применялась ранее в военных конфликтах, в частности в Сирии. И вот массовая депортация украинских детей усложняется тем, что Российская Федерация меняет метрику, меняет документы украинским детям, вывозя их в Российскую Федерацию. И вот этот шаг, что пособник Путина Лукашенко, диктатор, решил помочь своему другу Путину и предоставил не только территорию для вторжения в Украину, но и сейчас предоставляет территорию для того, чтобы заложников украинских детей, которых кремлевский режим держит в заложниках, устраивать у себя на территории Белоруссии. Для чего делает это режим Кремля? Ну, прежде всего, для того, чтобы максимально усложнить процедуру возврата детей в Украину и для того, чтобы скрыть свои преступления по депортации украинских детей. Таким образом, перевозя их, перемещая с места на место и размещая в том числе в Белоруссии. И вы знаете, этот проект у них не носит хаотический характер. Это массовое спланированное преступление, в котором принимает участие также и диктатор Республики Белоруссии Лукашенко. Финансирование у них поставлено, так скажем, за счет союзного государства. Есть такое у них объединение. И совместного этого бюджета, львиную долю которых составляют финансы Российской Федерации, этот проект финансируется. И на сегодняшний день очень важно, что есть пристальный контроль СМИ за этой ситуацией, что общественный сектор и, прежде всего, официальная власть Владимира Александровича Зеленского и наш омбудсмен делают все для того, чтобы для наших международных партнеров, которые оказывают поддержку и инициируют санкционное давление политическое на Россию, которая депортировала украинских детей, выкрала их из Украины, оказывать давление для того, чтобы в комплексе эти меры привели к тому, чтобы Российская Федерация раскрыла реальные цифры. Потому что те цифры, которые озвучены, это верифицированные цифры, которыми Украина оперирует на официальном уровне. Но мы знаем, что этих детей намного больше. И Российская Федерация делает все для того, чтобы скрыть это преступление. В том числе, те мероприятия, к которым они прибегли после получения ордера от Международного уголовного суда, это изменение тактики депортации. На сегодняшний день, по сути, депортация украинских детей не прекращена. Они запустили проект, это, по сути, онлайн-каталог, в котором размещаются анкеты сирок. И уже теперь чиновники Российской Федерации делают возможным приезд с территории Российской Федерации в оккупированную территорию Украины для изъятия детей. И таким образом они пытаются избежать обвинений в отношении Путина, можно представить это все в неких гуманистских, гуманитарных целях. Но это не так. Это просто способ изменить преступление для того, чтобы в дальнейшем иметь надежду избежать наказания. Вера, еще один вопрос хотела вам задать. Скажите, пожалуйста, мы знаем, что детям там промывают мозги. Российская пропаганда работает. Те дети, которые вернулись, которых удалось вернуть в Украину, они на себе это почувствовали? Заметили ли вы, что это влияние этой промывки, оно было? Конечно, и влияние, это агрессивное влияние на детей проводится идеологически, беспрерывно. Вот полностью этап сначала попадания в эти центры размещения, в которых детей далее депортируют по территории РФ, в том числе и в Белоруссию. Это все сопровождается агрессивным влиянием. Как оно выстроено? Выстроено следующим образом. То есть искажение исторических фактов, навязывание детям методичек, вот этих кремлевских, оправдание военной агрессии, обвинение Украины в войне, в самой, то есть обвинение, знаете, как преступник обвиняет жертву в своем же преступлении. Вот эти все технологии они используют, и это и в образовательной сфере, и среди воспитателей, которые с этими детьми коммуницируют. Это бесконечное количество, так скажем, позашкольной активности, которые они применяют, все пронизано пропагандой. Они делают все для того, чтобы, знаете как, заложников детей обработать идеологически, чтобы они отказались от идей возврата домой, в семью, запугать их. Это вот террористические методы кремлевского режима, которые сейчас они применяют. Спасибо большое вам за участие в эфире. Да, получается, что кроме возврата физически, нужно еще работать над возвращением ментальным наших детей, но другого варианта нет, поэтому этим и вы занимаетесь. Спасибо и за это, в том числе, Вера Ястребова, директор Восточной правозащитной группы и адвокат, была в эфире канала Freedom. Благодарим. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube канал Freedom, чтобы не пропускать главного.